Сторона любого четырехугольника меньше суммы трех других сторон. Есть абсолютно любой четырехугольник. АВ, АД, ДС, СП. Если четырехугольник, то меньше. Если любые четыре точки на плоскости, то меньше не равно. Пусть будет настоящий четырехугольник, тогда меньше. Если говорить про любые четыре точки, то тогда будет меньше или равно. Неравенством треугольника при этом пользоваться можно. Считается, что мы его уже знаем. Не, ну почему можно, конечно, что ты ничего как-то другого. Но вот, понимаете, неравенством треугольника пользоваться можно. Да? Я не говорю, что это сложно, но все, давайте. Любая сторона любого четырехугольника. Ну, он уже нарисован, зачем второй это сделать? Ну, я... Да? Нет вопроса, недолго. То есть, чтобы получил за четырехугольник, нужно путем еще трех отрезков соединить фактически эту точку. Давай. Давай. Кранчайший путь от этой точки до этой точки, это эта прямая. Давай. И любые ответвления от этой прямой уже являются длиннее, чем от прямой. Отлично. Отлично. Из вас получится замечать пикунь, да? Нет. Понимаете, что вы сделали? Вы фактически заменили то, что нужно доказать. Что это неравенство означает? Что кратчайший путь между двумя точками, это срутоотрезка, да? Вы заменили это, собственно говоря, на ту же самую фрахтуру. Вы фактически повторили, но повторили это достаточно убедительным голосом, и думаете, что это пройдет. Неправда. Неправда. Еще не все любят эти медали. Есть какие-то контраргументы? А? Есть какие-то контраргументы? Я, конечно, с тобой с тобой. Давайте без торговли. Потому что кончится это тем, что вы меня на дуэль вызовете и скажете, что поскольку вы там шпагой владеете хуже, чем я, то все, что вы говорили, это ерунда. Давайте сейчас останемся внутри математики. Ладно. Александр Чедович Пиперский. Это замечательный инвест, который летом вместе еще с кем-то, я не помню фамилию, второго человека, записал курс из 13 больших кусков. Абсолютно желается гуманитарий. Ребята, когда я говорю, что вы говорите как гуманитарий, и что это плохо, это же плохо, что называется, нормальная математика. А вообще-то у них своя наука вполне замечательная, интересная, содержательная. Роскошный совершенно курс по лингвистике. Заходите на сайт Сириуса, там очень легко, если я правильно помню, там 13 кусков. Значит, у моего сына на каждый кусок уходит примерно в день или два. А иногда больше. То есть, эта работа, она не на пять минут. Но, с другой стороны, когда он сидит и делает этот курс, он все время радостный. Мама говорит, что это ты там такое делаешь, что тебе все время весело. Я говорю, нет, Пиперский, он человек, это самое интересное, замечательное, я очень советую. Понимаю, что это время емко и так далее, и так далее, но посмотрите. Теперь, AD плюс AB, это больше будет, чем AD. Да. И так можно повторить с каждой диагонали. И получится, что удвоенный периметр больше, чем удвоенный диагонал. И что? Нас-то просто нет. Просто доказать, что отрезок AB меньше, чем AD плюс DC плюс CB. При чем здесь периметр, при чем здесь лингвина? Я больше этого скажу. Я даже сюда напишу. А нужно угадать всего лишь четыре буквы. Две сюда и две сюда. Мы сможем это сделать. Да? Мы сможем это сделать. Сможете. Математическое угадай-ка. AD плюс DB. Что? AD плюс DB. AD плюс DB. Да. Так, все понимают, что вот это не разница треугольника. Да. Замечательно. А это почему? AD и AD сокращаются, а DB меньше, чем DC плюс CB по границу треугольника. Поняли? Да. Правда, что треугольник будет? Да. Лучше. Да или нет? Нет. Спасибо. Отлично. Отлично. Хорошо. В каком случае будет равенство? Все понимаете? Когда здесь равенство? C между A и B. Когда здесь равенство? Когда C между B и D. Поэтому, если они вот так вот выстроены по порядку вдоль прямой, то будет равенство. Если хоть где-то не так, то здесь будет другая равенство. Хорошо. Можете ли вы доказать про любую ломану такое неравенство? То есть, если есть, ну я не знаю, больше точек, давайте доказать А1АН меньше или равно, чем А1А2, А2А3, А2А3, А1-1АН. Абсолютно так же доказать, как. Если на плоскости есть N точек, как доказать вот такое неравенство? Рассказка. Конечно, индукции по N. Давайте посмотрим, как будет выглядеть база индукции. Какое самое маленькое N вообще имеет смысл сюда подставить? 3. Да нет, почему? 2 нужно. А как 2? А очень просто. А1А2 меньше или равно, чем А1А2. Я не скажу, что оно очень умное, но оно верно. Потому что А1А2 равняется А1А2, так? Вот это называется база. А что такое переход? Это когда что изменяется при этом? Это от N к N плюс 1. Представьте себе, что вот такое неравенство мы уже доказали. И надо от него перейти к такому. А1АН плюс 1 меньше или равно, чем А1А2, А2А3, и так далее, и так далее. АН минус первое АН и еще АН минус первое АН и еще АН минус первое. Понимаете ли вы, что вот из этого неравенства очевидным образом следует... Шиндукции все понимают? Да. Проверяем какое-то утверждение для начального, для самого маленького числа. И после этого предположение, что верно для числа, доказываем до следующего. И так проходим по всему натуральному ровну. Как из этого неравенства, ну и, разумеется, неравенства треугольника, получить вот это? Продолжение следует... Если когда я выложу эту запись в интернет, Ютьюб ее забанит за использованием адресской музыки. Есть совершенно замечательная такая штука. Они все время следят, нет ли... Музыки садоческой. А, да, просто страшно сильной. И вот, да? Иногда это, даже не иногда, а чаще всего доходит абсолютно моразин. Например, этим летом Ютьюб начал бороться за трава детей. Введено такое понятие, Ютьюб детям. Детский род. О, да. Он сможет. Вот, да, да. Теперь, когда я выкладываю любую свою запись, я обязательно указываю, что эта запись не для детей. То есть, с точки зрения Ютьюба, вы это не какие-то дети, а это уже там бабушки, дедушки, да, студенты. Вот, а дальше происходит замечательное. У Ютьюба есть алгоритмы, которые просматривают фильм и сами решают, это для детей или не для детей. И состоялась летняя школа по комбинаторике и алгоритмам. Потому что у нас сейчас 8 насыщем уроки. А? Потому что начнется с учебы. Ну, у нас будет полегче. Это она реально для старшеклассников и для студентов. Тяжелый материал. Вот. И представьте себе, что видеозаписи этой школы были расценены Ютьюбом. Как Ютьюб для детей. Учеб, там 10-х классов. Это не важно. Просто там они как-то снимали. Снимали в такой манере, что Ютьюб посчитал, что это для детей. Потому что там преподаватели были в таких маленьких окошечках. А, так сказать, тут нарисовали всякие графы. Ну, а если человек там нарисовал несколько линий и написал вот такие вот такое, ну, видно же, что для детей. Клюмы. К счастью, у них там распространение идет методом по ссылке. Ну, то есть, понятно, да? Они выкладывают на своем сайте просто точную ссылку на ютьюбовскую запись. И поэтому проблем с этим нет. Человек просто идет по ссылке, попадает на запись, ее смотрит. Вот. А так, если бы они просто выложили, то у них были бы проблемы. А зачем? Ну, если бы они были бы там подписчиками. Да, да. Самая долгая переписка у меня была по поводу видеозаписи лекции на Малом Мехмате. Дебо, такая замечательная женщина, для лист, прочитала лекцию на тему «Родственная связь на слов народ в России». Итак, еще услышите название. «Родственная связь языков народов России». Что-нибудь странное в этом названии есть? А еще ошибка. Да? Если я приятел по поводу, можно и на дешевле. Вот, оказывается, на каком-то там канале, я бы уже абсолютно не знал, существует сериал под названием «Родственные связи». И они объявили, что два слова «Родственные связи» – это их слова. Они их придумали, что? Вот. И, соответственно, никто не имеет права использовать приятный фильм, значит, нужно уничтожить. Я написал, гав-гав-гав, YouTube, посмотрел. Ну, действительно, ну, видно, что никакого отношения к сериалу не имеют. А главное, что моя запись, как выяснилось, была сделана сильно задолго до того, как появился их сериал. Серьезно? А вы из Брисии могли их прогнать? Нет, я не мог их прогнать, потому что я меняю их. Вот. Нет, более того, с их стороны же переписывается вовсе не человек, а программа. Она просто видит слова «Родственные связи» и автоматически подает жалобу под сам YouTube. Там даже человек не сможет. Вот. Замечательно. Опять блокируют. Я опять пишу. Опять блокируют. В общем, очень долго переписывались. В конце от YouTube я получил замечательное решение. YouTube восстанавливает вашу запись, но передает собственникам родственных связей всю информацию об этом, для того, чтобы они могли возбудить дело в России против вас. Вот. Да. А удивительным образом дело они не возбутили. Хотя, должен сказать, я этого боялся абсолютно серьезно. Потому что, например, суд это дело такое, это даже по ничтожному поводу, он может продолжаться годы и может иметь самые странные последствия. Например, мама Елена Борисовна официально считается по суду мамой самой себе. То есть, в принципе, такое судебное решение. Мы подавали во все инстанции. Все, если суд принял решение, его уже, ты сам и не отмотаешь. И Верховный суд продавали. Продавали. А где-то в городе. Суды это страшная штука. И, там, если бы они правда подали в суд, то совсем не очевидно, что я бы этот суд выявил. Даже скорее наоборот. Но, слава богу, они не подали. А первое, АН плюс первое, это расстояние между двумя точками, А1, АН плюс 1, меньше или равно ничего. Там должны быть две величины. А первое, а второе? Нет. А второе? А второе? Нужно сейчас написать, не нравится треугольник. А первое, а затем какая-то точка внутри этой ломной, и затем АН. Ну, какую точку проще всего взять, чтобы поедусь и было хорошо. АН, конечно. А первое, АН плюс что? А. АН плюс АН. Это не плюс, а расстояние. Расстояние между точками А1, А1 плюс 1, не больше, чем сумма вот этой. Ты понимаешь, что геронизь треугольник? Да. Три замечательных. А теперь, внимание. Вы понимаете, что вот эта штука, у нас вот эта. И что это значит? Что мы можем воспользоваться вот этим неравенством. Потому что мы занимаемся инфицией. Мы от Н переходим к АН плюс 1. И дальше нужно взять меньше, чем АН. Меньше или равно, чем А1, А2 плюс и так далее. Плюс АН минус первое АН. Поймите, пожалуйста, вот это оценивает это. Правильно? Да. И плюс еще АН. И плюс вот это. АН плюс АН. 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 Продолжение следует...